Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Гаврилов, и сегодня особое мнение журналиста и телеведущего Владимира Карамурзы-младшего. Владимир, здравствуйте. Доброе утро. И еще добавлю, вы заместитель председателя движения «Открытая Россия». Совершенно верно. Начнем с информационной безопасности в России. Накануне Владимир Путин подписал доктрину этой информационной безопасности. Там говорится, в частности, о том, что спецслужбы западных стран, цитирую, наращивают информационное воздействие на население России, в первую очередь на молодежь, в целях размывания традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Там также говорится об увеличении количества киберпреступлений, в том числе в финансовой и экономической сфере. Сегодня от чего нужно себя защищать Россией в информационном плане, на ваш взгляд? Ну, вы знаете, я вот имел удовольствие тоже прочитать, пробежаться по этой новой доктрине информационной безопасности. И там, когда начинаешь, то просто не знаешь, должно быть смешно или грустно. То есть там совершенно кавкянский текст, особенно если вы видели первые вот эти вводные абзацы о том, что основной целью доктрины информационной безопасности является у нас обеспечение прав и свобод граждан и защита неприкосновенности частной жизни. Это вот, помните, как в том анекдоте, эти люди будут учить нас ковырять в носу. То есть те же самые люди пишут, которые у нас показывают... Но цели-то благородные. Цели, безусловно, очень благородные. Да, но только те же самые люди говорят и декларируют эти цели, которые у нас показывают. Оппозиционеров снимают, там, пардон, в спальне, прослушки телефонных разговоров публикуют и так далее, и так далее. То есть, опять же, вот просто иногда хочется спросить, где это будет предел этому абсурду? Вот, видимо, нет. А что касается сути, то я думаю, что настоящую доктрину информационной безопасности эта власть показала еще, собственно говоря, на третий день после инаугурации Владимира Владимировича Путина, в мае 2000 года, по принципу, кто нас обидит, трех дней не проживет. Когда был рейд маски-шоу, вы помните, на офис медиамоста, тогда головной компанией, телекомпанией НТВ, и потом, собственно говоря, в течение первых трех лет правления Владимира Путина были уничтожены три независимых общефедеральных телеканала в нашей стране. Вот это вот та доктрина, которую они придерживаются и которую они исполняют. И вот все эти слова про информационно-психологическое давление, которое западные страны осуществляют, то, что вы говорите, в смысле, то, что вы цитируете по этой доктрине. Ну, если кто-то осуществляет информационно-психологическое давление на наших граждан, то это нынешняя власть и ее пропагандистская машина. Вот эта машина, которая уже много лет подряд, каждый день людям, что называется, долбит по голове, показывает... Ну, то есть, понимаете, вот я помню как-то Евгений Алексеевич Киселев, человек, имеющий непосредственное отношение к истории нашего телевидения, он сказал, что, знаете, в чем разница между советским телевидением и нынешним путинским? Они говорят, что он сказал, что советское телевидение брало факты и их как бы интерпретировало там в свою пользу, да, что называется, под тем углом преломляло, как им было выгодно. А нынешнее телевидение факты придумывает. То есть, ну, вот там, распятый мальчик, вот эти вот все дела, да, то есть, когда вы посмотрите вот эти пропагандистские шоу, я как бы, ну, в силу профессии просто иногда приходится тоже смотреть, хотя нервы жалко и не так часто это дело, как нам нужно было бы. А вот поставьте себя на место людей, которые каждый день это смотрят и которых смотрят только это. Вот если уж говорить об информационно-психологическом давлении, да, то на протяжении многих лет, каждый день люди смотрят по телевизору это вранье, эту агрессию, да. У нас уже сейчас, например, абсолютно стало привычное дело, когда там уже не просто кричат на людей, а просто бьют физически. Ну, вы видели, знаете, все эти случаи, да, когда в студиях этих федеральных ток-шоу людей выгоняют из студии, людей бьют, но людей нападают. И вот это вот все каждый день, много лет. И, понимаете, просто в людях, в наших гражданах таким образом культивируют, стараются культивировать, ну, худшие, самые низменные чувства, да, агрессию, ненависть, нетерпимость. Вот это вот все каждый день. И поэтому на этом фоне, когда они, они, в смысле нынешняя власть, начинают говорить, что там кто-то, какие-то внешние силы оказывают информационно-психологическое воздействие, ну, знаете, просто как кривое зеркало. И там еще есть пассаж замечательный о том, что, значит, технические, технологические атаки, да, проводят западные страны, западные спецслужбы, там, зарубежные спецслужбы на Россию. Опять же, вот всего несколько месяцев назад, вы помните, руководители спецслужб США заявили о том, что, по их мнению, за взломом электронной почты Национального комитета Демократической партии США в период американской президентской кампании, скорее всего, стоят российские спецслужбы. Это был официальный вывод, который был публично заявлен. Но при этом доказательства они не привели. Доказательства они не привели. И, знаете, я вообще небольшой специалист в компьютерах и в информационных технологиях, но это просто сейчас даже я знаю, что это настолько сейчас все развито, что я думаю, что это прекрасно можно сделать, вместо того, чтобы были всякие доказательства. Но тут ковадис, в принципе, кому выгодно. Вот. Ну, а такие вещи, как вот эта вот пропаганда постоянная, вот это вранье, вот эта клевета, агрессия информационная, да, это то, что мы видим с вами каждый день на протяжении уже многих лет. И когда говорят о том, что здесь какие-то внешние, значит, какие-то внешние акты, что-то пытаются на что-то влиять, ну, это просто смешно. Например, спецслужбы даже недавно заявили о том, что готовится удар по финансовой системе России. И в качестве такого предупредительного ответа было выпущено вот это заявление по поводу возможной атаки на финансовую систему России. Опять же, да, понимаете, естественно, я все слышал, вот, но опять же, это говорят и об этом заявляют люди, которые, судя по всему, да, вы правильно говорите, формальных доказательств нет, но с большой долей вероятности, которые сами занимаются подобными вещами в других странах. А если уж говорить об информационном участии, информационном влиянии, то, например, там, та же самая радиостанция «Свобода» у нас, вот, я не знаю, как у вас в Петербурге, у нас в Москве, например, даже уже на средних волнах не вещают. Вообще даже просто обычного, что называется, радиовещания нет. При этом вы приезжаете в любую там западную столицу, вы включаете любой базовый там пакет кабельных спутниковых программ, у вас обязательно будет та же «Russia Today» везде абсолютно на английском языке, уже на испанском, по-моему, на немецком скоро планируют вещание. Поэтому абсолютно несопоставимые вещи, и это вот классические случаи просто, когда кто громче всех кричит «Держи вора». С вами соглашается слушатель Александр, который написал в Телеграме, если я кого и опасаюсь с точки зрения информационной безопасности, так это собственного государства. Совершенно справедливое замечание. Какие тогда есть меры защиты? Ну, главное, меры защиты не смотреть. Учитывая действия закона «Яровой», например, о хранении информации у сотовых операторов, у провайдеров в течение нескольких лет. Ну, вот опять же, да, вот сколько было копий сломанного крупного пакета «Яровой», который, безусловно, на мой взгляд, нарушает и Конституцию, и противоречит вообще базовым принципам права и свободы граждан. Но даже вот без всякого пакета «Яровой», мы вот сейчас с вами уже знаем, да, что было несколько случаев людей, которые были осуждены и получили реальные сроки за то, что они СМС-ки посылали в период Российско-Грузинской войны 2008 года. Вот женщина недавно, Степанидия, да, по-моему, фамилия, 7 лет получила реальный срок за одну СМС-ку, а сейчас вот выясняется... До 10 человек уже отбывают в местах заключения сроки. Ваши петербургские юристы, да, команда 29, команда Ивана Павлова, они вот вчера, по-моему, сказали, что, как минимум, 10 человек, причем не все имена известны, но некоторые известны, отбывают реальные сроки, просто слушайте слово за СМС-ки, сроки реальные за СМС-ки. Какой там пакет «Яровой»? Была же история с женщиной, которая сообщила на Украину по поводу передвижения российских войск. Многодетная мать. Многодетная мать, да. Позвонила в посольство? Позвонила в посольство, да, и дело-то в результате закончилось тем, что оно развалилось. Ну, да, к счастью, потому что это, знаете, был совсем вопиющий случай. Женщина, многодетная мать, которая увидела, если я правильно помню эту историю, увидела просто из окна физически передвижение техники, да, и позвонила, по-моему, в посольство украинское, и она не сообщила никакой секретной информации, она увидела то, что на улице у него дома происходит. Тем не менее, там был вариант, что ей тоже дадут реальный срок на много лет. Но, слава богу, просто настолько было общественное внимание приковано, и у нас в стране и как бы и мировое общественное мнение этим заинтересовалось, что вот в ее случае удалось не допустить реального срока. А в других случаях, к сожалению, реальные сроки есть. И вот у нас недавно, по-моему, буквально месяц назад, ну да, чуть больше, ко дню политзаключенного, к 30 октября всегда у нас мемориал публикует как бы актуальные списки политзаключенных в нашей стране. Вот, и, если не ошибаюсь, то порядка 130-150 сейчас политических заключенных у нас в стране, по оценкам общества мемориал, да. И я вот просто сравниваю, в 1975 году, когда Андрей Дмитрий Сахаров писал свою Нобелевскую лекцию, он там написал, что вот я посвящаю свою Нобелевскую премию всем узникам совести, всем политзаключенным, людям, которые сидят в Советском Союзе за свои убеждения. И он поименно перечислил 176 человек, 176 политических заключенных в СССР в 1975 году, в эпоху Брежнева, Андропова. Сейчас уже где-то 130, при том, что население России в два раза меньше, население СССР. Понимаете, это был неполный список, конечно, и он сказал о том, что это неполный список. Вот, я думаю, он и сейчас неполный. Но вот просто уже, понимаете, сопоставимые цифры политзаключенных сегодня в нашей стране с тем, что было в эпоху Леонида Ильича Брежнева. И это страшно. Недавно была завершена история, ну как, она получила некую точку. История Дениса Карагодина, это правнук Степана Карагодина, осужденного в Томской области по так называемому японскому делу в годы сталинских репрессий. И Денис Карагодин, родственник, он нашел всех, начиная от шофера, который увозил его деда, до высших лиц государства. Он намерен сейчас это дело завершить до конца, дойти до суда, да, и чтобы поставить окончательную точку в этой истории. При этом документы все есть на руках, ФСБ выдало все на удивление. На ваш взгляд, нужен ли такой пересмотр? Или нужно просто перевернуть страницу, забыть об этом? Какая-то самая ужасная страница в истории нашего государства. Вы знаете, я во-первых скажу, что я сам примерно такими же вещами несколько лет назад занялся, просто нигде не публиковал, публично об этом не говорил. Но у меня, моего прадеда родного со стороны отца арестовали в 1937 году, расстреляли в 1938. Вот здесь у вас совсем недалеко, в большом доме на Литейном участке, к вам ехал сюда на эфир, проезжал это здание. Там уже прямо вот он сидел. Там его и расстреляли. В сентябре 1938 года. И я несколько лет назад обратился в ФСБ, получил доступ, как непосредственно родственник, даже сейчас, даже при всех ограничениях, которые есть. В 90-е гораздо свободнее с этим было. Но даже сейчас удалось мне пойти в читальный зал ФСБ на Кузнецком мосту в Москве. Мне выдали дело. Очень тоненькое, два допроса буквально. Приговор тройки. И, наверное, самый страшный документ, который я когда-либо видел в своей жизни. Вот такая маленькая бумажка, треть странички А4. Расписка Палача о приведении, восполнении смертного приговора в отношении гражданина Беченека Вальдомара Ивановича. Дата, время, подпись. Знаете, как для гонорарной ведомости, для отчетности. Реальная подпись, реальное имя. Я тоже знаю имя Палача. Просто я публичное называю. И там в этом же деле, там два протокола допросов. Там приговор тройки. Там тоже везде фамилии. Кто допрашивал, кто приговор выносил, кто физически расстреливал. Вот. То есть, мы тоже все это знаем. Вот. Я, честно говоря, не вижу там большого смысла куда-то в суд с этим идти. Ну, потому что, во-первых, уже этих людей, естественно, нет давно. Ну, а родственники-то здесь при чем? Они не отвечают, естественно, за это. Но другое дело, что тут о другом суде нужно говорить. Вот, мне кажется, самая, наверное, главная ошибка наших демократических властей в начале 90-х годов было то, что, вот, как бы сказав А, они сказали Б, не довели до конца. Не довели до конца вот этот процесс. Вот, как вы сказали, да, перевернуть страницу. Но для того, чтобы страницу перевернуть, ее надо осмыслить и поставить точку. И потом уже только перевернуть. И вот то, что сделали страны, многие страны, центральной и восточной Европы, открыли все архивы. Вот, как, например, в Германии, там, вот у нас, вот мне, чтобы получить дело своего прадеда, мне пришлось там все документы поднимать, что я его родной правнук, там, все свидетельства рождения трех поколений приносить. И тогда мне, как бы, дали это дело, и то на своего только прадеда, и то, я вам могу сказать, что там некоторые вещи внутри закрыты до сих пор. То есть там в этой папке есть страницы, которые сшиты, и печатью они, как бы, опечатаны. Я не имею права их открыть, я не знаю, что там. Может быть, доносы, я не знаю. Но, в любом случае, это мой, как бы, непосредственно родственник. А вот, например, в Германии, в бывшей ГДР, там, в архив штази, вы можете прийти просто совершенно открыто в архив бывшей штази, естественно, и, например, посмотреть все дела, где вы фигурируете. Там, например, если на вас доносили, там, про вас что-то писали, вы можете прийти это посмотреть. У нас такого нет. У нас немножечко, чуть-чуть совсем приокрылось окошечко с архивами. В 92-м году, когда был процесс в Конституционном суде по делу КПСС, тогда Владимир Буковский приезжал, он был экспертом со стороны президента Ельцина, и он как условие это поставил, что если вы хотите, чтобы я вам помогал в этом процессе, вы мне, пожалуйста, дайте доступ к архивам. Ему дали ненадолго доступ к архивам, он много из этого успел опубликовать, потом все это опять закрыли. То есть не было по-настоящему, не было настоящего открытия архивов, не было никакого процесса, не то что даже подобного Нюрнбергскому, а даже никакой там комиссии правды и примирения, как в Яр после апартеида. Но ничего этого не было. То есть, с одной стороны, да, было решение Конституционного суда в 92-м году, в ноябре, о том, что КПС и ее руководство несет ответственность за репрессии в отношении миллионов людей. Это прямо было сказано в официальном решении Конституционного суда Российской Федерации. Но выводов никаких не было. Был принят закон о реабилитации жертв политических репрессий в 91-м году, где тоже была статья, которая предусматривала ответственность для тех, кто выносил эти приговоры, кто был членами этих троек, для бывших сотрудников НКВД, МГБ и так далее. Тоже ничего этого сделано не было. До сих пор даже официально этот режим не осужден. То есть, у нас до сих пор огромное количество людей в стране, для которых Сталин – это герой, для которых у нас 30-е годы. Это не годы массового террора, когда людей по ночам в воронках увозили и расстреливали. А это годы какого-то подъема, индустриализации и так далее. То есть, абсолютно сознание искажено, и во многих случаях это не вина людей, а их беда. Потому что те, кто являются политическими лидерами, те, кто себя считают таковыми, они несут ответственность за то, чтобы эти вещи делать, за то, чтобы это переосмыслить, за то, чтобы признать это громко сказать. А судить этот режим страшный, так же, как было в Германии сделано. Потому что, например, судебные процессы начнутся. Если, как говорите, откроются архивы. У нас, получается, суды просто будут завалены этими делами. И тогда процессы просто окажутся профанацией. Нет, понимаете, это же не персональные процессы. Вот была, опять же, замечательная книга опубликована в начале 90-х, того же Владимира Буковского, называется «Московский процесс». Как раз на основе тех документов, которым он получил доступ в архив бывшего ЦК КПСС. И он там тоже говорит, это вот, знаете, те, кто тогда выступал против вот этих всех дел. Они говорили, не надо раскачивать лодку, помните, да, вот эти слова. Не надо охоты на ведьм. На что им отвечали и Буковский, и Галина Васильевна Старовойтова, покойная, которая тогда была народным депутатом России. Она отвечала, что, и Буковский отвечал, что на ведьм не хотите охотиться. Скоро ведьмы на вас будут. Вот, и так и получилось. То есть, да, через 8 лет всего, после 91-го года, пришел бывший сотрудник КГБ к власти. Ситуация, которая была бы невозможна, если бы тогда же, в 91-м, 92-м, 93-м, провести публичный процесс, опять же, не над персоналиями. Никто не, тот же Буковский говорил, мы не призываем второй ГУЛАГ устраивать, только наоборот теперь. Не в этом смысл. И даже сажать, наверное, никого не обязательно. Надо просто провести процесс над системой. Не над конкретными этими людьми, да, которые, хотя, может, в каких случаях и над людьми надо, я не знаю, но хотя бы провести процесс, публичный на государственном уровне, признать, что режим был преступным, что организация, которая в разное время носила названия, там, ВЧК, НКВД, МГБ, КГБ, что это преступная организация, да? Потому что, когда сейчас смотришь на то, как каждое 20 декабря, в день основания ВЧК, это у нас там чуть не праздник теперь, и проводятся какие-то приемы официальные, и приезжает Путин, и все встают, хлопают. Вы представляете, что в Германии праздновали день основания гестапо. А разница-то в чем смысловая, объясните мне? Такая же точная организация, которая миллионы собственных граждан мучила, издевалась, репрессировала, сажала, убивала, ссылала и так далее. И вот это все должно быть признано не историками, а это должно было быть признано на официальном государственном уровне, чтобы никогда больше не могли люди, имевшие отношение к этой организации, не то чтобы к власти прийти, как они у нас пришли, и уже почти 17 лет находятся у власти, а чтобы это было клеймо позора, принадлежность к этой организации. А у нас, к сожалению, вот этого не получилось. А кто же тогда у нас останется работать в спецслужбах, если будут сотрудники ФСБ заклеймены позором? Слушайте, ну, во-первых, спецслужбы есть в любом государстве, это достойная работа. А получается, мы таким образом снижаем престиж сотрудников спецслужб. Ну, не все же там палачи, да? Вот вы сейчас сами ответили, вот вы когда первый вопрос задали, я понимаю, что вы с известной долей провокационности его задаете, но, понимаете, не все люди, которые имеют отношение, далеко не все люди, которые имеют отношение к правоохранительной системе или к спецслужбам, они не все палачи, они не все стукачи. У меня есть, например, мой морской пограничник, офицер, да, в отставке сейчас уже. И вот меня, например, всегда возмущалось, что до того, как в 90-м году, по-моему, в 91-м или 92-м, была выделена у нас в отдельную организацию Федеральная пограничная служба России, до этого она была в составе КГБ находилась. Вот, и мне кажется, это возмутительно, что людей, которые защищают свою страну, свое государство, охраняют границу, да, достойное уважение дела, службы, служения настоящие, что эти люди как бы находятся в одной организации там со стукачами, доносчиками и палачами. Вот это возмутительно, именно вот в том числе и потому, что вы говорите, потому что есть огромное количество честных, достойных, нормальных людей, которые хотят служить своему государству, защищать его действительно безопасность, в настоящем смысле этого слова, не репрессировать, не подавлять инакомыслящих, не заниматься репрессиями, сшилками, арестами и так далее, а действительно защищать безопасность своей страны, как это делают сотрудники правоохранительных органов во всех странах. А тем, что они как бы находятся в одной организации, средни, которые, да, являются стукачами, палачами, доносчиками, это и для них оскорбительно. И когда я говорю об осуждении, о признании там преступной от организации, я, естественно, говорю, как вы хорошо понимаете, не о пограничниках там, не о полиции, которая там общественный порядок охраняет, а о людях, которые проводили там аресты по политическим мотивам, которые людей пытали, которые и сегодня, кстати, продолжают. У нас же полно политически мотивированных дел в стране. Тоже болотное дело. Ну, как можно сравнить там, условно говоря, следователя там, да, или там сотрудника полиции или прокуратуры, следственного комитета, который занимается действительно там реальными уголовными делами, и, например, людей, которые занимаются там делом ЮКОСа, абсолютно заказным, насквозь политическим делом, или болотным делом, или там делом Гусинского, и так далее. Сколько этих дел уже у нас было за последние годы. Поэтому очень важно вот зерна от плевела отделить, и очень важно просто вот слово это иллюстрация, да, мы часто его говорим, а не всегда задумываемся о том, что оно значит. Иллюстрация это очищение по латыни. Это очень важно на самом деле. Это процесс очищения общества. Признать, публично сказать, публично заявить, что вот этот период в истории нашей страны, он вот такой был, когда совершались преступления на государственном уровне от имени государства. Мы это признаем публично. Мы публично говорим, что это страшно, что это недопустимо, что такого никогда не должно повториться. А лучшая гарантия от того, чтобы такое когда-либо повторилось, это вот это публичное признание. У нас его не было, к сожалению. Поэтому все эти рецидивы, которые мы с вами наблюдаем в последние годы, это вот, на мой взгляд, корни-то все там лежат, в 91-м, 92-м, когда А сказали, а Б нет. И архивы чуть-чуть приоткрыли и закрыли. И КПСС вроде бы осудили в Конституционном суде, но ничего не сделали. И вроде бы сказали, что да, вот плохо, что репрессии были. Но тоже никаких выводов не последовало. И КГБ как была, так и есть, просто по другим названиям. Вот это недопустимо все. Давайте еще об осмыслении истории. Российская национальная библиотека отказала читателю выдать книги Гитлера и Муссолина и Майнкапфа и Докторина фашизма. Житель Петербурга обратился в суд. То есть, в библиотеке-то книги есть, но они не выдаются. Вопрос. Зачем тогда эти книги хранятся в библиотеке? Какие книги вообще должна хранить библиотека? И какими мне должны хранить библиотека? Ну, вы знаете, я вообще, я тут, может быть, не очень буду объективен, потому что я по образованию, по своей первой профессии, историк. Вот. И я просто, ну, в свое время много и работал в библиотеках, да, и исследователями занимался. И это просто, я могу сказать, как человек, который сам этим занимался, насколько это важно, когда ты находишь источники настоящие в библиотеках для исследовательской работы. Поэтому я считаю, что, конечно, все исторические документы должны быть в библиотеках. Вот. Другое дело, ну, должны быть какие-то там объективные ограничения. Например, я думаю, что там детям не стоит, наверное, давать читать Майнкампф, действительно, да, там людям с неокрепшей психикой, там, подросткам и так далее. Наверное, не надо. Или еще там какой-нибудь вид литературы, да, тоже, наверное, не стоит. Но, условно говоря, если там историк, профессор, который изучает историю Леймарской республики или там Третьего Рейха хочет прийти в библиотеку и взять эти источники, ну, это, извините, полный бред. Продают вопрос о фильме, который должен быть представлен вами сегодня в Петербурге о Борисе Немцове. О Борисе Немцове уже снято несколько лет. Да, три-четыре фильма, по-моему, уже о нем. И первый, по-моему, снял документалист, молодой документалист Зося Раткевич. Зося Раткевич, да, который Ярославлива много снимала в последний период, да, у него вышел фильм, в прошлом году еще, это первый был фильм про него, а сейчас уже три-четыре фильма есть. И вот, в частности, мой фильм, так называется, Немцов, это документальный фильм, часовой, фильм-портрет, как я его называю. То есть, задача была показать человека таким, каким он был. Вот, без всей этой пропагандистской шелухи, без клеветы, без вранья, которое так было много вокруг него в последние годы. Вот, я должен сказать, что это, наверное, самое трудное, что я когда-либо делал в жизни, вот этот фильм, потому что оказывается, что очень сложно снимать фильм о близком друге, о близком человеке, которого убили. Практически невозможно. И вот прям приходилось временами себя за волосы тащить, заставлять не бросать, не прерываться, а продолжать работать и доделать. И вот сделал этот фильм, и огромное количество людей благодарен за помощь, за поддержку, в том числе, семье Бориса Немцова. И вот на прошлой неделе составилась российская премьера этого фильма, она состоялась в Нижнем Новгороде. Для меня было очень важно, чтобы именно там мы показали этот фильм. На родине Бориса Немцова. Да, на его... Ну, он в формальном Сочи родился, но в городе, с которым связаны лучшие, на мой взгляд, годы его жизни. Город, где его помнят, где его любят, где действительно его знают таким, каким он был. А вот не этот карикатурный образ, который пропаганда ему создала государственная. И дату тоже мы не просто так выбрали. 30 ноября, это 25 лет ровно исполнилось с того дня, как он стал губернатором Нижегородской области в 1991 году. Ему в этот день прошла российская премьера фильма в Нижнем Новгороде. Там два показа даже было в этот день. И я должен сказать, что были там на показе и члены областного правительства, действующего, и действующие депутаты законодательного собрания, в том числе от Единой России, кстати. Там совсем другое отношение. Которые с ним, конечно, работали, да. И там много кто с ним работал. И главное, что там много просто кто их помнит и знает. Хотя уже 20 лет прошло с тех пор, как он почти, с тех пор, как он перестал там быть губернатором. Но и вы знаете, конечно, тоже, что Нижний Новгород стал первым городом в России, где будет официально увековечена память Борису Немцова. В начале следующего года им будет открыта мемориальная доска там, на доме, где он жил. Такое решение приняла городская дума две недели назад по инициативе мэра Нижнего Новгорода. И представители властей были там на показе фильма у меня. И вот позавчера, 5 декабря, мы показали этот фильм в Москве, в Сахаровском центре. Очень много людей пришло. И вот третий показ сегодня, 7 декабря, будет у вас здесь в Петербурге. Были какие-то провокации? Нет, вы знаете, никаких провокаций не было. Более того, вот как я уже сказал, в Нижнем Новгороде были и члены областного правительства, и депутаты законодательного собрания, и люди, очень разные люди, да, и как бы и те, кто и к оппозиции себя прочитает, и те, кто вполне встроен в нынешнюю власть. Кстати, как и в фильме у меня, мне это очень важно. Знаете, вот я две, наверное, вещи для себя узнал, когда работал на этим фильме за это время. Вот, с одной стороны, я открыл для себя новую степень человеческой трусости. Это когда люди боятся, из соображений политической целесообразности, боятся сказать доброе слово о погибшем человеке, о погибшем враге власти. Люди испугались, отказались сниматься. Я, естественно, никаких имен не буду называть, богом судья. Вот, но с другой стороны, и для меня это гораздо более важно, поверьте, более значимо. Вот я убедился, я как бы знал это, но было очень важно в этом еще раз убедиться, что политические взгляды и человеческая порядочность, они имеют друг другу никакого отношения. И вот в фильме у меня очень разные люди о Борисе вспоминают и говорят, и те, кто как бы и к оппозиции принадлежит, и те, кто вполне встроен в нынешнюю систему. Люди с очень разным отношением, и к 90-м, и к тому, что сегодня происходит в стране. Очень разные люди, люди, которые были рядом с ним разные годы, на разных этапах его жизни. Вот, и точно так же и на показах, и в Нижнем, и в Москве. И я надеюсь, сегодня в Питере, сегодня в 8 вечера в гостинице «Октябрьская» показ, конференц-зал большой. Я надеюсь, что тоже будут разные люди, потому что мне важно, чтобы разные люди посмотрели фильм и увидели, кем на самом деле был этот человек. Мне хочется надеяться, что получился этот фильм таким портретом. И потом, после Петербурга, будут показы уже намеченные в Ярославле, где он, вы знаете, работал в последние годы, был депутатом областной думы. В Казани будет тоже показ. Потом планируем Екатеринбург, Иркутск, Новосибирск, Чебоксары. Много где, на самом деле. Многие из регионов в последние дни связываются, просят тоже показать фильм. И когда мы серию всех этих региональных показов проведем, мы его, естественно, обязательно выложим просто в открытый доступ. Что Вы делаете для предотвращения возможных провокаций, в частности, в Петербурге? Нам Дина пишет, что она прошла регистрацию, чтобы прийти на просмотр фильма «Немцов». То есть, получается, достаточно для того, чтобы прийти на этот показ, зарегистрироваться на сайте, или же можно прийти непосредственно с улицы? Да, совершенно верно. Но лучше зарегистрироваться. Мы действительно просим предварительную регистрацию пройти, как Ваша слушательница сделала. Но, опять-таки, разные люди могут прийти. По поводу предотвращения провокаций. Я не хочу, чтобы прийти разные люди. А по поводу предотвращения провокаций. Но, знаете, все-таки хочется на какую-то человеческую порядочность надеяться, да, вот, в отношении этом, когда показываешь фильм, фильм-память, да, фильм-портрет человека, которого нет больше, который погиб. Вот, хочется надеяться, что все-таки у людей хватит совести никаких провокаций не устраивать. И должен сказать, что вот пока и в Нижнем, и в Москве очень хорошо все прошло. Кстати, в Москве, вот, должен вам сказать, позавчера, 5 декабря, когда был показ, в Сахаровском центре приехал наряд полиции из районного местного управления внутренних дел, вот, и они так прям встали рядом с дверью и стояли, и, можно сказать, просто охраняли нас, охраняли показ фильма, пока показ не закончился, когда закончился, сняли наряд, уехали. Вот, ну, очень признательно за это. Поэтому, слушайте, на самом деле, вот, опять же, то, что мне было важно еще раз увидеть, никак не зависит порядочность от политических взглядов. Поэтому я хочу, чтобы пришли разные люди, и сегодня вечером в Петербурге, в том числе и в другие города, где мы будем показывать, это не какое-то, знаете, во-первых, это вообще не политический проект, это никак с политикой не связано. Это, как бы, дань памяти человеку, это портрет человека, и я хочу, чтобы самые разные люди с разными взглядами пришли, посмотрели, и потом, кто не сможет прийти на показы физически, смогут потом посмотреть, когда в интернете это будет в открытом доступе, но вот, кто сможет, сегодня в 8 вечера гостиница «Октябрьская». Как Вы оцениваете судебное расследование дела Бориса Немцова? Вчера стало известно, что вызван в суд бывший заместитель командира батальона «Север» Руслан Геремеев, которого оппозиционеры называют организатором преступления. Да, Вы знаете, я считаю, что огромная заслуга в этом адвоката Вадима Прохорова, который представляет семью Бориса Немцова в этом суде, и который очень много сделал для того, чтобы именно это случилось, и на этапе следствия тоже, он очень много делал для того, чтобы эти люди были включены. Но, как Вы знаете, господин Бастрыкин, председатель Следственного комитета, как писала газета РБК, год назад примерно, дважды лично заблокировал попытки следователей, членов следственной группы, включить господина Геремеева, назвать его в качестве организаторов в обвинительном заключении. И вот если Вы посмотрите нынешнее обвинительное заключение, официальные документы, которые переданы сейчас в суд, то единственным организатором назван некий Мухудинов, водитель. То есть, другими словами, они хотят сказать, те, кто составлял документ, что убийство, расстрел лидера российской оппозиции в 200 метрах от Кремля, организовал водитель. Вот это официальная версия. И, Вы знаете, я думаю, даже не надо говорить, насколько это смешно не то слово, вообще ничего смешного нет, ни в чем из этого, но насколько это абсурдно смотрится. И поэтому, мне кажется, очень важно продолжать, вот как это делает Вадим Прохоров, как это делают другие адвокаты по делу, продолжать все равно долбить, добиваться, работать, потому что прекрасно мы понимаем, что нити всего этого тянутся, как минимум, через Грозный. И понятно, что, на мой лично субъективный взгляд, высшие официальные лица нынешней Чеченской Республики там замешаны. Но, по крайней мере, даже те, кто сейчас находится в суде, кто является обвиняемым, это все люди имеют непосредственное отношение к гражданину Кадырову. При этом его даже формально ни разу не вызвали на допрос, хотя этого требовала семья Бориса Немцова. В частности, его дочь Жанна. И мы видим, что, к сожалению, стеклянные потолокники есть у следствия. То есть, задержаны предполагаемые исполнители, над ними идет суд. Судя по тем документам, которые мы уже видели в суде, которые были представлены, в частности, там и распечатки вот этих телефонных биллингов, и данные камеры видеонаблюдения, которые есть, и данные об их перемещениях, судя по всему, действительно те люди. Удастся ли пробить этот стеклянный потолок? Краткий вопрос. Я абсолютно уверен, что настанет день, когда мы узнаем, будет публично известно о том, кто был организатором, кто был заказчиком. Но уже не на этом. Борис Ефимович Немцова. Я думаю, что это будет уже при другой власти в России, но это обязательно будет. Эти люди обязательно понесут ответственность в рамках российского законодательства. У нас одна минута. Я хотел вас спросить о расследовании вашего отравления, которое произошло в прошлом году. Что сейчас происходит? Даже не возбуждены уголовные дела. Да, совершенно верно. Вот год назад ровно я вернулся после отравления сюда, в Россию. Проходил просто реабилитацию за рубежом медицинского несколько месяцев. Вот вернулся сюда. Мы с вами здесь год назад в этой же студии были, в этой же программе. И, собственно, тогда же год назад, как только я вернулся, мы с моим адвокатом, с тем же самым, кстати, Вадимом Прохоровым подали заявление в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по 105-й статье Уголовного кодекса, покушение на убийство, в той части, которая касается мотивов политической и идеологической ненависти. В январе меня опросил следователь по обстоятельствам дела. И вот сейчас декабрь, никакого ответа до сих пор нет, хотя по закону 30 дней на ответ. Либо возбудить уголовное дело, как мы требуем, либо дать мотивированный отказ, объяснить почему, и тогда мы имеем право его обжаловать. Но вместо этого вот уже прошел год, ровно год, и ноль. И вот я вчера буквально был опять в Следственном комитете в Москве, и мы подали уже новое заявление о бездействии следствия. Мы требуем провести какие-то действия по этому заявлению. Мы это дело так не оставим. Естественно, будем продолжать. Но я должен сказать, что, к сожалению, честно вам могу сказать, не очень большие надежды на наши следственные органы, потому что вот мне пришлось не только в связи с этим делом с ними сталкиваться, да, вот еще было нападение в Нижнем Новгороде в сентябре, вот буквально недавно пришел ответ, что не усматривают состава преступлений. И здесь, в Петербурге, в конце августа мы были задержаны вместе с Андреем Пивоваровым. И когда депутат Вишневский направил запрос к начальнику ГВД Петербурга, то пришел ответ о том, что Борис Лазаревич, вы ошиблись. Этих людей никто не задерживал. Я думаю, вот высшей степени кавканства уже трудно себя представить. Владимир, пять секунд. Вы знаете отравляющее вещество, которое вас отравили? Скорее всего, бинарный яд, то есть комбинация из двух разных веществ, который просто вырубился в органах течения... Следвинирка связана как-то с тем веществом, которым его могли отравить? Слушайте, я не химик, я единственное знаю, что вот когда были проведены анализы в французской клинике, они нашли там тяжелые металлы, в десятки раз превышенные, но это уже последствия отравления самого вещества, мы так и не знаем. И это и есть задача следствия выяснить, которую они делают. Спасибо. Владимир Кармурзавец, телеведущий, его особое мнение.